Мы тут общались с моим одним подписчиком из телеграм-канала. Мы обсуждали тех людей, которые хейтят. И я высказала такое предположение, что эти люди, даже когда они пишут какую-то гадость, они всё равно очень хотят любви, ну, как минимум, внимания. А внимание — это присутствие, это когда тебя кто-то слышит, кто-то тебя внимает, да, он полностью в тебя погружен. Это такая, в общем, терапия в какой-то степени. Конечно, всем этим людям они никогда не признаются, что им нужна моя любовь и моё внимание, разумеется, которые пишут мне гадость. Мне кажется, что сейчас абсолютное вот время непостребованной вот этой любви, которая очень нужна всем. И если есть люди, у которых этой любви много, которые готовы её давать, которые в силах, то эти люди могут таким образом терапевтически работать. И Павел, это мой подписчик, он предложил мне сделать такую программу, которая бы называлась «Юмористическо-терапевтические беседы» или что-то там, не беседы, не знаю, встречи, время любви. Мне это очень понравилось, если честно. И это, в принципе, то, что я делаю сейчас в своих поездках. Вот у меня в Ереване будет встреча такая, а потом будет в Праге такое же. И это именно разговоры, это именно то, что мне сейчас нужно, что, как я вижу, нужно людям, когда мы собираемся вместе. И мы можем там открыться, мы можем довериться, нам там хорошо, безопасно. Да, потом мы уйдём в этот сложный, тревожный мир, который нас окружает внешне, который пугает, давит, напрягает всячески. Но очень нужны иногда какие-то такие вот посиделки, где ты знаешь, что с тобой поговорят, тебя выслушают, тебе будут внимать. Я не боюсь проблем, я не просто смотрю на них и вижу их, свои, чужие, но я ещё и могу показать человеку, что это не такая проблема, которая прям так страшна, с ней можно справиться. И мне кажется, как раз вот именно гемористическая, терапевтическая программа, то есть когда ты немножечко расслабляешь вот этот вот страшный комок напряжения, и немножко начинаешь шутить, что у меня очень хорошо получается, я над своими проблемами так же точно шучу, и становится гораздо легче, то это помогает тебе с этими проблемами справляться, видеть их, не бояться их. Вот. Я абсолютно за вот такой новый какой-то формат, я его придумываю. Его нельзя придумать. Он может родиться только вместе с вами, вместе с людьми, которые этого хотят, которые мы можем. Поэтому приходите, если вам хочется побыть в безопасном месте, где вы можете увидеть решение каким-то своим проблемам. Даже вы не обязательно их должны вслух проговаривать. Может быть, вы услышите это в чём-то другом разговоре или в моём рассказе о моей жизни, потому что, поверьте, у меня много проблем, много страхов. Но я не боюсь на них смотреть. И готова вас тоже поддерживать в этом. Ну, произнести шутку и симпровизировать, и породить шутку, это ведь разные вещи. Естественно, а в КВНе не было импровизации практически никогда только. В КВНе не было импровизации? Ну, конечно, там только была разминка, и это была импровизация. Мне казалось, что в том, в КВНе, в котором вы начинали, ну, в КВНе того, образца. Вы сейчас 60-е имеете в виду? Ну, нет, я имею в виду тот КВН, который, ну, там, я, условно говоря, смотрел, в котором вы начинали. Это был, на самом деле, КВН импровизации, мне казалось. Вы знаете, два было конкурса, которые были полностью импровизацией на сцене. Это был конкурс разминка, когда команды задавали друг другу вопросы. И был конкурс капитанский, тоже импровизационный, но он ушёл достаточно быстро, его не было. А остальное всё были, разумеется, отрепетированные и подготовленные номера. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».